итак ребят всем привет добро пожаловать на видеокурс свитэссеншал сегодня мы с вами немножко поговорим о коре анимации после данного урока обязательно повторите данный материал на тестпровайдер.com и посмотрите данный видео урок на tvdn.com итак давайте посмотрим план мы с вами немножко познакомимся с коре анимацией в теории и перейдем сразу же к практике что же такое вообще коре анимации коре анимация это такая инфраструктура рендеринга графики и анимации она есть на ios и на iosx работает там и там по разному но мы будем с вами смотреть поболее на ios и посмотрим с вами еще как устроена сама коре анимация где она находится и зачем она нужна давайте сразу погремешка на теории смотрите у вас сначала идет всегда вот вьюшка да вьюшка в айосе она принадлежит к яйки ту в маку с это либо вы можете вы либо импортируете кока в котором находится апкет обо сразу апкет будете импортировать дальше когда вы будете заниматься например вы хотите поменять бэкграунд у своего у своей вьюшки вы будете обращаться к вью например вью бэкграунд но если вы например захотите поменять захотите поменять на макклассе вам придется включить для начала лаер а потом поменять бэкграунд сейчас он сказал про лаер что же такое лаер лаер это как раз таки то есть силой лаер это сердце корр анимации когда вы работе с корр анимаций у вас вы даже даже куда вы не знаете что вы вот и за эти корр анимацию да вы работаете с вьюшкой еще чем-нибудь у вас даже от незнания самого то что вы делаете у вас может быть заюзан уже корр анимация сама по себе вообще как видите на данном слайде вот нарисована сверху нас и эти таки снижу снизу корр анимация потом металл корр графика и графическая обработка на железе смотрите получается у нас как мы работаем с и у нас вот наша вью находится вот вебкит оба юи кит дальше нам нужно сделать какую-нибудь обработку и даже мы не знаем что мы не знаем реально что мы неопытные разработчики мы не знаем с чем мы имеем дело у нас уже дальше работает например корр анимация нам бэкграунд надо цвет поменять может работать корр анимация потому что если вы будете менять цвет вы не поменяете бэкграунд например просто цвет на макклассе вы будете обращаться к лаеру для того чтобы обратиться к лаеру вам нужно сначала будет включить потому что у нас когда разрабатывался маккласс логика совсем была другая то есть работа с ним там лаер не включен то есть нету самого лаера и корр и там работает вообще все по-другому то есть сразу так скоро анимация там не работает там совсем по-другому и это работа 1 на там уже сразу сидят WH vuw уже есть еще работает там с лаером сразу что XR по дефолту там уже какой то есть вы даже не за из что вы с ним работать и вы там сразу обращайтесь высокому уровни то есть xq и все-то есть получается что вы думаете что вы работаете с vash какой потом там чего то поменяли цвет потому что то еще сделали что то еще сделали перед анимации поменяли, сделали высокого уровня, например, UI view, потом animation with duration, все это мы посмотрим с вами на практике. Сделали это высокого уровня анимации, думаете, что вот, ну, работает все вот с Юшкой, думаете, вот это круто. На самом деле это уже все исполняет core анимация. Давайте это все с вами посмотрим на практике. Давайте для начала мы будем что-нибудь с вами рисовать, да. Для того, чтобы рисовать, давайте мы сначала сделаем какую-то функцию, func. Давайте еще с вами нарисуем, давайте нарисуем rectangle. Я напишу rect. Даже давайте не rectangle, а давайте нарисуем, давайте нарисуем с вами cycle. так, чтобы нам начать нарисовать, нам нужно сначала создать метод, точнее нам нужно сначала создать CI shape layer, то есть краски это обращение к core анимации, потом обращение к layer и создаем какие-то фигуру. Для того, чтобы рисовать, то есть там краски рисовать линиевый бези, то есть вы можете прочитать. Это как пишет apple. Ну вот, как видите, вот сердце CI layer и вот будем рисовать что-нибудь. Так, теперь давайте к нашей вьюшке сразу же добавим этот layer. self-view layer add sublayer shape. Так, теперь давайте нашему shape мы зайдем stroke color. stroke color у нас будет, пускай, давайте black. Так, точка CG color. Так, ладно, так не хочет. color black CG color, то есть core графика. Теперь давайте будем рисовать. здесь почищу. Так. Так, CG, module pass. Так, с этим методом мы начинаем рисовать. Это у нас создаются пути, то есть это краски, вот как мы будем сейчас рисовать, сейчас вам покажу. то есть давайте добавить the biomed ellipse для начала. Ну, давайте self-bounds. self-view bounce. Теперь shape path path. Итак, теперь давайте запустим, посмотрим, что у нас выйдет. Вы увидите, как оно нарисовало сразу же этот ellipse. О, не увидите, я не вызвал. cycle. Получается, мы создали метод для того, чтобы создать фигуру. Дальше мы добавили этот layer, добавили на view. фигуру. Потом мы задали, что строк power у нас будет черным. Дальше мы создали, скажем так, core графика, неизменяемый путь. Точнее, изменяемый путь. Точно, у нас тут path написано, это означает, что путь это как раз таки это рисование линий и так далее. Дальше мы задали нашим фигурой этот путь. Path. Итак, вот вы можете видеть наш красавец ellipse. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. Субтитры сделал DimaTorzok